В России начались испытания цифрового рубля. По сообщению ЦБ к платформе уже подключились несколько банков, а тестовые клиенты провели первые переводы. Что такое цифровой рубль и когда он окажется у нас в кошельке? В России начались испытания цифрового рубля. Как сообщили в Центробанке, к платформе уже подключились несколько банков, а тестовые клиенты провели первые переводы. О том, когда цифровой рубль окажется и в вашем кошельке Андрей Ромашков. Цифровой рубль это одновременно очень сложно, очень просто и пока не очень понятно. Сейчас в стране существуют две основные формы национальной валюты – наличный рубль и безналичный рубль, существующий в виде записи на счете в банке. В рамках концепции, представленной в прошлом году, ЦБ планирует создать третий тип рубля – цифровой. Цифровой рубль будет сочетать все признаки двух других рублей. Как и безналичные деньги, его можно будет использовать при онлайн-расчетах. С другой стороны, у каждого цифрового рубля будет уникальный номер, как у банкноты, а в перспективе его можно будет использовать и в отсутствии доступа к интернету. О преимуществах цифрового рубля рассказывает начальник аналитического управления БКФ Максим Асачий. Как говорится в сообщении ЦБ, к платформе цифрового рубля уже подключились три банка из пилотной группы, куда ранее вошли и крупнейшие финансовые организации страны, в том числе Сбер, ВТБ и Альфа-Банк. Два банка уже успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей. Условные клиенты открыли через мобильное приложение «Кошельки» на платформе цифрового рубля, обменяли безналичные рубли на цифровые и сделали ряд переводов. Еще одно значимое отличие цифрового рубля от безналичного – его эмитентом и оператором является сам Центробанк. Это значит, что расчеты в цифровом рубле в теории можно будет проводить без привлечения платежных систем, вроде Visa и MasterCard. Угрожает ли это статусу КВО банковской системы? Комментирует директор Binance по работе с органами государственной власти в СНГ Ольга Гончарова. В Visa и MasterCard – это все-таки платежные сервисы. Прежде всего возникает вопрос о целесообразности вообще существования самой банковской системы. Понятно, что при введении цифровых валют и цифрового рубля будет неизбежен, скорее всего, отток ликвидности из традиционной банковской системы в, соответственно, цифровой рубль. Поэтому остро станут вопросы о поддержании ликвидности банковской системы. Ну, плюс, конечно, как следствие, возможно, возрастание ценностей фондирования для банков. Это и международный крупный регулятор визит как один из ключевых рисков. Поэтому такой риск имеет место быть, его, конечно, безусловно, нужно рассматривать. И нашему центральному банку в том числе. Кроме России, продвинутые стадии пилотных проектов по созданию государственной цифровой валюты реализуются в Китае и Швеции. В цифровом юане уже выплачивают зарплаты. А и крона должна позволить шведам полностью отказаться от наличных денег. Российский цифровой рубль своего собственного названия пока не получил. Но один вариант просто напрашивается. Рубль, рунет и монета. Ру-не-та. Дорожную карту внедрения платформы цифрового рубля Центробанк планирует сформировать по результатам сегодняшних испытаний. Когда россияне смогут расплачиваться чеканной рунетой, пока не сообщается.